Александр Николаевич, вы очень далеко не уходите, пожалуйста, от нас. Просто не сразу, мы сейчас поговорим буквально два слова, перед тем, как уйдем на перерыв, два слова и песенка еще будет. Вот вы 70-й год назвали поворотным в своей судьбе. Да, поворотным был в моей судьбе, потому что он замечательный человек, Игорь Михайлович Белоусов, сын знаменитого капитана полярного Белоуса, чей горельеф висит на стене дома полярников, тут на Арбате. Это был замечательный человек, он учился в одном классе с замечательным русским историком, чьим 80-летним был отмечать 18 апреля, кушканистом Натальичем Дельманом, с многими другими замечательными людьми 110-й школы. Он был тоже, по-моему, замечательный человек, он был убежденный моряк, из династии брюков. И вот он-то, он был-то съемен парткомы, института кеологии в Москве, и он уговорил меня пойти в рейс на океанографическом корабле научном. До этого я плавал только на научном, но на военных судах. И когда я попал на суд, где были женщины, был потрясен тем, что женщины могут быть на корабле, и многим другим тоже, вытащить с их лобина, еще чем-то и так далее. Я попал, как бы в другой, вот знаете, как и счастье еще в рай. Я попал на белый пароход Дмитрия Менделеев, построенный совершенно по современным законам, с роскошными совершенно удобствами, с роскошной аппаратурой. Как написывал замечательный писатель Василий Аксенов в повести «Владедушка памятник», Советский Межрисовецкий судд Алеша Попоевича от Гириада Клотика, был набитый самой современной аппаратурой, чаще даже не очень нужной. Вот он назвал то же самое. Во всяком случае, мне так понравилось это академическое судне, что я твердо решил связаться с Южным Сыгьяном, что потом и сделал. Я считаю, что это был поворотом в моей судьбе. И вот чуть, правда, не подпортил один неприятный эпизод, разрешивший в Республике Сенегал в порту Дакаре. Ну, раз зашли в Сенегал, раз в Дакаре побывали... Да, раз в Дакаре побывали... Наверняка же не могло так быть, что вы случайно не увидели Жанну французского пассажа. Нет, я... Что касается, опять же, всех адресов, у нас мало времени, я могу подробно объяснять. Значит, был день национальной независимости Сенегала, в 11-х дней, когда мы стояли там на заходе. Значит, в этот день был морской парад на берегу океана, стояли трибуны, на трибунах стояли гости, у того, что я видел корпус, и там был президент Леопольд Сейдер-Росенгор, замечательный, кстати, французский поэт, вот, и многое-многое другое. Я, в принципе, видел жену французского посла с катера, мы подшли под красным флагом на нашем катере, достаточно долгистым капиталом, но с расстоянием примерно 8 км я видел, все, что я видел, подзорную трубу, в большую чареву. Она встала рядом со своим мужем, французским послом, под французским флагом, высокая женщина в белом платье, я успел заметить, больше не знаю ничего. Мы вернулись на судно и отметили день национальной независимости Сенегала. Я на нервной почве написал песню про жену французского посла, что мне немножко испортило всю мою биографию. В дальнейшем, потому что уже через год меня закрыли визу за интимную связь с женой французского посада еще в Африке, товарищи, которые беседовали перед тем, как закрыть медицину, говорили, не надо прикидываться дурачком, так красиво придумать невозможно. Мы сами мужчины, мы понимаем, что все это написано с натуры. Пойми, дурак, это же не песня, а вещдок, сказали они. Вот такая история. Ну, анализ, конечно, истории, это меня тягали-тягали, было много всяких разных неприятностей. Вот, визу потом все-таки открыли, да, и когда мой друг Юрий Щекочихин был в Ленинграде, а ему открыли все архивы ГБ и все досье, и сказали, что, а, границы, за что? И границы вот за что закрыли? За развод, за песню, на что ему было сказано? За немного чего было, что я с интересом услышал сам, сам и досье не видел. 60-х годов, а потом Юрий не стал. Так вот, значит, что касается песни, то с ней был замечательный случай. За прошлом году, каждый год у нас тут в театре Хильгаса, театре школы Цельвейной Пьесы, значит, проходят вечера в связи с днем рождения Акуджавы. И в один из этих вечеров, в конце первого отделения, на сцену поднялся совершенно черный человек, в смокинге, в такой протокольной одежде, с бабочкой, и на хорошем русском языке сказал, что по поручению братского рейтства, чьи чайная половой штопа, в республике Сенегал, в России, господину такого-то, я имею честь, вручить от правительского, господину Городинского этот тан-тан, в знак уважения за то, что в России за всю историю впервые написали песню о республике Сенегал. Спасибо.